16 единиц техники и 160 дворников вышли на уборку снега в Куйбышевском районе. В это число входят и сотрудники муниципальных предприятий, и представители управляющих компаний. Тем не менее, рабочих рук для того, чтобы расчистить все территории, хватает не всегда. А некоторые коммунальные организации вовсе не выполняют своих обязанностей. О таких случаях жители сообщают через социальные сети. Глава Самары Лена Лапушкина приехала на эти адреса, чтобы пообщаться с руководителями организации о причинах недоработки и поручил устранить все замечания в короткие сроки. Пока у нас передышка в погоде, я думаю, что за 2-3 дня, то есть до конца недели, к началу следующей рабочей недели, мы, скажем так, территорию приведем в порядок надлежащим образом. Планы у нас составлены в том числе и на выходные дни. Особое внимание глава города при объезде района уделила очистке скатных крыш и подходов к социальным объектам. Мэр отметила, что плохо расчищены дороги к двум детским садам – 269 и 389. Были замечания и по кровлям. На некоторых домах опасно свисают снежные шапки и сосульки. Оценили работу управляющих компаний, посмотрели, как они устраняют замечания, которые поступают к нам в соцсети, и, в принципе, как спланировали работу. Да, есть управляющие компании, которые ответственно выполняют свою работу, видели технику, видели руководителя управляющих компаний, но, тем не менее, достаточно серьезное количество замечаний. Пока осадков меньше, у коммунальщиков есть время исправить все замечания. Работы контролируют районные административные комиссии и специалисты ГАТИ по благоустройству Самары. С 3 февраля на недобросовестной кампании составлено более 50 административных протоколов в Куйбышевском районе. Еще почти по 100 случаев их также оформят, если управляющие организации не проведут оперативную работу над ошибками. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События.